Помыть руки Алексей Зюзин теперь может, прямо не выходя из подвала собственного помещения. Да и в бассейн, говорит, ходить уже точно не надо. Вода здесь повсюду. У нас произошел потоп. Прорвало трубу диаметром 89 мм, которая питает холодной водой 9-этажку. Зубковый 20, корпус 6. Вот она стоит. Вызвали аварийку. Аварийка перекрыла воду. И вода перекрывается только так, чтобы в 9-этажках корпус 4 и 5. Поэтому воды нет ни там, ни тут. По словам Алексея, это уже не первый прорыв трубы. И происходят они с периодичностью в полгода. Все свои жалобы и обращения в управляющую компанию собственник называет войной за справедливость. Потому что это личное. Дело в том, что в подвале располагается мастерская подделок из дерева. И потоп повредил большое количество изделий. К моменту приезда нашей съемочной группы холодная вода в трех домах, а труба у них общая, не было уже сутки. Только кипяток. Я говорю, а как быть-то? Потому что воды-то нет. Не только, во-первых, нас затопило всех, а во-вторых, воды нет. Вот три 9-этажных дома. Там в одном 108 квартир, там в другом примерно столько же. Да и в третьем тоже малосемейки. Ладно, собрали совещание на два часа представителей двух управляющих компаний, горожанин жил, сервис. Я решил позвонить на телевидение. Вот позвонил вам на телевидение. Они услышали это, сели по машинам и все разъехались. Сегодня утром, спустя двое суток после потопа, трубы все-таки отремонтировали. Обязательство взял на себя водоканал. Сейчас Алексею Зюзину осталось только убрать воду и привести подвал в порядок. А затем снова писать жалобы и вести свою персональную войну за справедливость. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok